Спасибо, что присоединились. Начинаем? Ну что, сегодня мы с вами поговорим о тех достижениях, которые произошли в Белорусском отделении Международного института бизнес-анализа за последние полгода календарного года или же за тот год, который в самом Международном институте бизнес-анализа принят за фискальный год. Это получается целый год, который был с прошлого сентября. То есть мы подводим итоги фискального года и мы подводим итоги полугодия и отмечаем самые большие достижения, которые благодаря нашим волонтерам и благодаря тем людям, которые находятся в Совете директоров нашего отделения, могли произойти. Давайте напомним, чем же мы занимаемся. Что такое Белорусское отделение Международного института бизнес-анализа? Наша миссия – это то, ради чего мы существуем. Помогать всем бизнес-аналитикам достигать своего профессионального развития, превосходства и становления в профессии и выдавать лучшие, самые лучшие, самые правильные результаты для бизнеса, благодаря тому, что бизнес-аналитик смотрит на свою работу глубоко, осознанно и понимает, как сделать лучше бизнесу, с которым он работает. И эти результаты мы видим возможны только, если бизнес-аналитики разделяют те стандарты, которые пропагандируют и готовит Международный институт бизнес-анализа. Это позволяет всем аналитикам по всему миру работать унифицированно, слаженно и избегать каких-то локальных недопониманий. Наше видение состоит в том, что мы помогаем профессиональному росту и развитию всех членов Международного института бизнес-анализа и белорусского отделения. И поскольку белорусское отделение сейчас стало, скажем, распространено по всему миру, мы сидим в разных странах, на разных континентах, мы объединяем тех бизнес-аналитиков, которые ассоциируют себя и ассоциируют свою принадлежность с белорусским отделением. Мы открыты абсолютно для всех членов Международного института бизнес-анализа по всему миру. И мы помогаем всем желающим получать знания на русском и английском языках также по всему миру. Таким образом мы сформировали наше видение и определили нашу миссию. В прошлом году у нас произошли выборы. Мы создали новый совет директоров. Он представлен шестью лицами. И эти люди определяют видение, формируют миссию и определяют стратегию. И также определяют то направление, в котором развивается Международный институт бизнес-анализа. В нашем белорусском отделении у нас есть президент, это я, Ольга Черкасова, и пять вице-президентов. Вице-президент по маркетингу – это Юлия Пшевлотская. Вице-президент по стратегии – это Наталья Дедяева. Вице-президент по образованию – это Максим Гаврилюк. Вице-президент по развитию сообщества – это Екатерина Маркова. И вице-президент по волонтерам – это Наталья Каганович. Эти замечательные люди помогают нашему отделению расти, развиваться, занимать свою позицию в социальных сетях и в сообществе на международном уровне. Они о нас уже знают, у нас установлены связи и отношения с другими чаптерами и с выдающимися бизнес-аналитиками. Это все смогло быть реализовано благодаря вкладу вот этих людей. Сейчас мы поделимся более подробно тем, что же мы делали на протяжении этого года. Прежде всего, необходимо сказать, что наш чаптер существует в рамках института. Это означает, что мы не можем делать какие-то действия не согласованно с институтом. И в то же время мы должны обязательно делать определенные действия, которые требует от нас сама IBR как организация. Среди них является наличие определенных стратегических планов, бизнес-планов и финансовых планов. Мы обновили эти документы в соответствии с новым видением и новой миссией. И мы также объяснили, написали пояснительную записку, почему у нас не существует финансового плана. Здесь я хочу пояснить, что Международный институт бизнес-анализа позволяет отделениям существовать в разных странах и в разных локациях и не обязательно для этого иметь определенную юридическую регистрацию. Белорусское отделение не имеет юридического лица и не имеет официального счета. Это означает, что мы не получаем финансовой поддержки и помощи от самого главного отделения, то есть от самой организации IBA. Мы существуем полностью на волонтерских началах, но мы также открыты и рады спонсорским проектам и спонсорской помощи. Также мы создали прекрасную маркетинговую стратегию, которая позволяет всем узнать о нашем отделении и вовлечь огромное количество бизнес-аналитиков по всему миру в нашей активности путем активного развития социальных сетей. Да, и, соответственно, на этом слайде вы видите как раз наши соцсети. Здесь представлены основные площадки, где мы взаимодействуем с нашим комьюнити, с вами. Соответственно, если вдруг вы смотрите в записи и еще не присоединились в наши группы-каналы, можете сканировать QR-код и присоединяться. Таким образом, у нас есть телеграм-канал. Это наш основной канал связи с комьюнити для того, чтобы интересоваться, получать обратную связь, распространять какие-то анонсы, ключевые нотификации, вдохновлять участников присоединиться на наши вебинары и мероприятия посредством last-minute-call функции, анонс за 5 минут до начала. В принципе, это тоже всегда хорошее напоминание и позволяет узнать о предстоящем мероприятии, если вдруг вы пропустили предыдущие анонсы. Также у нас есть отдельные каналы и группы в Telegram, в которых мы общаемся с нашими волонтерами, ведем коммуникацию по текущим проектам или определенные коммуникации в различных локациях, о ивентах и другой полезной информации для данной группы людей. LinkedIn-группа – это, пожалуй, наверное, основная ключевая наша платформа, площадка, где мы распространяем информацию о наших программах, о наших событиях. Здесь вы можете следить за всеми нашими новостями и жизнеотделения. YouTube-канал – это, безусловно, платформа, где мы храним записи наших вебинаров, ивентов, и, соответственно, вы можете посмотреть все это позднее в записи. С января месяца до текущего момента наши соцсети, в частности, группа LinkedIn и YouTube-канал, демонстрируют стремительный рост. В LinkedIn мы выросли больше, чем в два раза. На YouTube-канале несколько более скромный рост, на четверть, но, тем не менее, мы стремимся, и ваши лайки, комментарии, репосты позволяют большему количеству людей видеть, получать вот этот полезный материал, который мы готовим вместе с волонтерами и уверены, что он полезен для общего роста и развития. Здесь как раз-таки представлена такая выжимка, подборка тех типов публикаций, которые есть в LinkedIn. Посредством различных хэштегов также можно отслеживать различные посты. В частности, у нас есть интересная рубрика BA Box Self Study Group, где волонтеры помогают собирать краткие тезисы по главам BA Box в поддержку тем видео, которые уже есть у нас на YouTube-канале. Таким образом, изучение данного гайда становится более легким и удобным для сообщества. Сейчас на слайде вы видите скриншоты обратной связи. Мы стараемся поддерживаться итеративного подхода и постоянно улучшать все наши мероприятия, наши сервисы, все, что мы делаем для нашего сообщества. После каждого мероприятия со спикером мы даем ссылку на опросник, где можно указать свой уровень удовлетворенности мероприятиям, также добавить свои предложения по улучшению. И все это мы сразу же применяем в жизнь к следующему мероприятию. Сейчас на слайде вы видите лидеров белорусского чаптера. В этом году мы решили немножко рассказать о себе, чтобы у каждого участника сообщества было понимание, кто драйвит чаптер. И в LinkedIn была серия постов, где каждый лидер чаптера рассказал не только о своей связи с бизнес-анализом, но также о своих хобби и ответил на интересные вопросы, типа, какую сверхъестественную способность мы хотели бы иметь. Целью этой серии постов было приоткрыть за весу тайны, кто же драйвит чаптер, кроме волонтеров. Конечно, большая группа волонтеров, но кто же принимает ключевые решения, чтобы это было прозрачно, чтобы мы были ближе к участникам нашего сообщества. Поэтому по хэштегу, который видно сейчас на экране AboutChapterLeaders, вы можете найти в LinkedIn эту серию постов и прочитать о нас, кто в совете директоров. Наш книжный клуб – это популярное мероприятие, которое проходит раз в два месяца. Вход на мероприятие абсолютно свободный. Это возможность не только расширить свой нетворк, пообщаться с интересными людьми, обсудить свои впечатления про читательные книги, но и возможность получить какие-то инсайты, как какие-то вещи из книги применяют другие люди. Когда мы читаем какую-то книгу, мы, безусловно, что-то внедряем в жизнь, но мы какие-то моменты и пропускаем. И вот пообщавшись с другими участниками книжного клуба можно гораздо эффективнее и продуктивнее применять в жизни какие-то посылы, главные вещи из книги. Последняя книга, которую мы совсем недавно обсуждали, 11 июля, «Getting Things Done», показала, что многие участники книжного клуба имеют свои какие-то наработки, как эффективнее, продуктивнее выполнять задачи личной и профессиональной жизни. Мы делились, как кто использует Notion, как кто использует Trello в своих целях. И это, конечно, возможность познакомиться и пообщаться с суперинтересными людьми. Поэтому присоединяйтесь. Следующий клиничный клуб будет в сентябре, а на следующей неделе мы будем выбирать новую книгу для прочтения. Тут присоединяюсь я в Community Development и хочется поделиться с вами тем, что за этот период мы организовали порядка 20 ивентов. Часть из них образовательного характера. Практически на всех ивентах есть возможность пообщаться, получить такой бенефит, как нетворкинг, потому что, во-первых, понятно, что мы проводим образовательные мероприятия, у нас аналитики делятся своим опытом, аналитики, продукт-оунеры. Мы рассказываем о том, куда и как может расти аналитик. Можно задать вопросы. Часть мероприятий проходит в форме воркшопов, где можно в том числе отработать навыки, необходимые в работе аналитика. Часть ивентов посвящена сертификациям. Также информацию о сертификациях и ее критериях можно найти у нас на сайте, как на сайте нашего чаптера, так и на сайте IBE. Есть также события, направленные на построение карьеры, потому что аналитик – это не единственный путь. Есть достаточно большое количество специализаций, и мы также помогаем узнать о том, куда может расти аналитик, кроме как чисто бизнес-системный аналитик. Приходите. Да, как раз о путях дальнейшего развития карьеры. Наш следующий проект – это BA Leadership Talks. Наш новый амбициозный проект, имеющий целью познакомить аналитическое сообщество с лидерами и ведущими профессионалами бизнес-анализа, кто они, лидеры IBA Community, каков их был путь. Вы можете посмотреть на их успехи, узнать о трудностях, с которыми они столкнулись, каковы их цели развивать бизнес-анализ и быть волонтером. На данный момент было взято 9 интервью и ведутся переговоры с другими ведущими специалистами. Мы хотели поделиться их опытом, их энергией и вдохновить других пройти свой собственный уникальный путь достижений и побед, ведь если учиться, то только у лучших. Сейчас у нас лайк про менторинг программы. В IBA Global менторинг программа существует уже давно, и в этом году мы решили в белорусском чаптере также запустить менторинг программу. Сейчас у нас работает 5 пар ментор-менти в пилотном режиме. Пилотный режим значит, что мы следуем всем процессам брендингу и так далее, IBA, и собираем обратную связь у ментора и менти по поводу процесса для того, чтобы примерно через 3 месяца запустить процесс в полноценном режиме. Все новости будем публиковать во всех наших каналах. Также на сайте iababelarus.org можно будет подавать заявку на менторство в качестве ментора или менти. Сейчас на слайде вы видите, что IBA не считает менторингом, типа как терапию, это к психологу, но что IBA считает менторингом, это возможность профессионально расти, достигать своих целей с помощью ментора. Есть важный нюанс, который будет на следующем слайде. Да, вот на этом спасибо. Для того, чтобы участвовать в менторинг-программе IBA, нужно иметь подписку IBA. Это подписка платная, в Беларуси она стоит 89 долларов сейчас. Однако она позволяет участвовать в этой программе и открывает, конечно, безграничные возможности к базе знаний IBA, к бинарам, скидкам на книги и другим, к салфо-ассессменту и другим классным возможностям IBA. Если вы уже заинтересовались поучаствовать в менторинг-программе в качестве ментора или менти, то у вас есть возможность написать на мою почту strategybelarus.aba.org. И как только мы будем подходить близко к полноценному запуску менторинг-программы, то есть пилотная версия будет закончена. Я сижу с вами, и вы будете первыми, кто попадет в полноценную версию программы. Продолжу дальше рассказом о локациях. Как рассказывала Ольга, на текущий момент белорусских аналитиков достаточно много по всему миру. Также к нам на мероприятия приходят аналитики из других стран. Мы открыты для всех. Конечно, особенно приятно, когда кто-то покупает подписку и указывает нас в качестве чаптера, но это абсолютно необязательное условие. Мы открыты и рады всем. И в соответствии с нашими опросами и знаниями о том, откуда работают и подключаются к активностям наши спикеры, наши волонтеры, наши директора. То есть мы, можно сказать, что основные локации, где представлены представители белорусского чаптера IBA, это кроме Беларуси, Польша, Грузия, Бельгия, Литва, Норвегия, Соединенные Штаты. То есть это те локации, где точно есть наши представители, и их достаточно много, и они, все самое главное, достаточно активны. Ладно. Я счастлива. Да, да, спасибо. Кроме того, что мы проводим мероприятия, о которых я упоминала, для того, чтобы лучше, эффективнее продвигать чаптер, для того, чтобы расти вместе, мы прорабатываем взаимодействие с другими чаптерами. Например, у нас ведутся переговоры о взаимных активностях, о продвижении наших вентов и активности с польским чаптером. Мы взаимодействуем с казахским чаптером, с некоторыми другими чаптерами в чуть меньшей степени. Но я думаю, что это пока не предел. Мы работаем над этим. Также, несмотря на то, что сейчас IT немножко штормит, мы смогли выступить с партнерами двух IT-конференций, Flow и Analyst Days. Причем, кроме того, что мы выступали инфопартнерами, мы также смогли договориться о скидках для участников нашего чаптера. Причем, это не значит, что они были мемберами. То есть достаточно принимать участие, быть подписанными на наши каналы, и активные участники получали скидки. Также у нас на стадии переговоров взаимодействия с крупнейшим аналитическим сообществом Восточной Европы AnalystBuy. Мы, в частности, прорабатываем совместную программу менторинга, выступаем инфопартнерами в некоторых случаях мероприятий, которые проводятся. Ну и я думаю, что мы найдем другие интересные способы помочь друг другу, потому что, на мой взгляд, AnalystBuy – прекрасная организация. Я думаю, что практически все белорусские аналитики про нее знают. Ее знают, мне кажется, во всей Восточной Европе. И мы, мне кажется, очень здорово можем помочь друг другу расти. А главное, поможем аналитикам из Беларуси и всем, кто приходит к нам на мероприятия. Ну и в плане инноваций, тенденции по использованию искусственного интеллекта и чата GPT не прошли мимо нас. Мы понимаем, насколько это эффективный инструмент в хороших руках. Мы его активно используем для того, чтобы делать наши маркетинговые материалы более цепляющими, для того, чтобы… Он нам помогает создавать хорошее описание каких-то наших активностей, событий, описание того, чем мы занимаемся и для чего приходить. В общем, используем все, чтобы быть вам полезными и работать максимально эффективно. Волонтеры, как известно, основа каждого чаптера. Благодаря волонтерам стали возможными и наши все события и достижения. В этом году IBA Беларусь Чаптер собрал вокруг себя большое сообщество инициативных и целеустремленных людей, профессионалов своего дела. Сегодня они помогают расти и развиваться белорусскому чаптеру, вносят бесценный вклад в работу нашего сообщества и оказывают помощь в реализации всех запланированных проектов. Наша команда уже насчитывает 26 человек, и до конца года эта цифра будет только увеличиваться. Спасибо всем волонтерам. И если кто-то чувствует в себе желание присоединиться к нашему чаптеру, как было сказано уже ранее, можете писать на почту. Мы будем с вами сотрудничать. Да, повторяю. Ну что ж, это был насыщенный и плодотворный год в жизни IBA Беларусь Чаптер. Мы ставили амбициозные цели, строили большие планы и работали в сложных условиях. Но несмотря ни на что, чаптер продолжает свою работу и со своими задачами отлично справляется. Мы старались делать лучшее, чтобы помогать нашим мемберам, волонтерам и слушателям формировать свою собственную ценность, расти профессионально и достигать своих высоких результатов. И останавливаться мы не намерены. Все. Спасибо всем за внимание. В этом году белорусский чаптер подается уже в третий раз на номинацию, которая устраивает в рамках конкурса Международный институт бизнес-анализа. Каждый год они выбирают лучший чаптер года. И каждый год мы подаем наш чаптер на эту номинацию. В этом году мы просим вас придечь внимание к деятельности нашего чаптера, поделиться этой записью и пошарить ее со своими коллегами. Потому что чем большее количество людей о нас узнает, тем больше будет охват и IB заметит нас. Спасибо вам за вашу помощь, за ваш вклад и за то, что вы приходили на все эти события. Я надеюсь, что вам полезно то, что мы делаем. И уверена, что те знания, которыми мы делимся, однозначно помогают вам в развитии вашей карьеры бизнес-аналитиком. Спасибо всем. Спасибо нашему прекрасному совету директоров и нашим, не знаю этого слова на русском, посвященным волонтерам, тем, кто тратит очень много времени, сил, знаний, опыта на то, чтобы делиться этим со всем нашим сообществом. Спасибо вам большое. Будем ждать вас и будем рады вашей обратной связи.